Ребят, всем приветики, всем приветики. Ну что, мы сегодня с вами приехали в Додо Пиццу пробовать новинки. У нас не обзорчик, но что-то похожее на это. Я шла как-то по городу и увидела акцию такую и новинку. У нас, значит, появилась пицца Том Ям, и к ней в подарок дают манго шейк при покупке. Я подумала, нам надо это затестить. Во-первых, какой может быть манго шейк, который дают в подарок? Вкусно ли это? Потому что меня сразу навело на какие-то подозрительные мысли. Бесплатный сыр только в мышеловке, дают манго шейк, вообще из манго ли он будет состоять. Ну и вообще попробовать, что такое пицца Том Ям, потому что очень красочно выглядит афиша, все так прям завлекает. Вот так вот она выглядит. Этот буклет кто-то до нас помял здесь. Вот такая вот пицца и, собственно, вот типа манго шейк вот этот в подарок здесь. Вот везде по городу, если едешь, Додо пиццу видишь, как бы афиши, да, висят, что типа такая вот суперновинка. Мы с вами приехали в одну из пиццарей и будем сегодня тестировать. Я уже сделала заказик. Вот жду, когда появятся мои имя на экранчике. Что я вам хочу сказать? Пицца стоит 700 рублей. Средняя. Средняя пицца 700 рублей. Я не знаю, если бы у нас сейчас была рубрика «много или мало», я бы сказала, что это офигеть, как мало. Мы, конечно, посмотрим, что будет по объему, но я уже настроена так, знаете, немножко скептически, потому что типа 695. Ладно, ну 700 я округлила. Ну, камон. Не знаю. Что нам заявлено вообще в пицце? Пока мы с вами сидим ждем, я вам расскажу. У нас будет цыпленок, креветки, томаты, шампиньоны, сладкий перец, моцарелла и соус том ям. Я думаю, конечно, вообще ключевая фишка здесь должна быть в соусе, но он будет острым, потому что везде нарисованы перчики, значит, скорее всего, я буду so hot today. Вы знаете, как я люблю острое, но будем оценивать. Я готов оценивать. Всегда готов. С этим ждем, кстати. Уже прошло где-то 5 минут, уже даже, может быть, 7 минут. Скорее всего, посмотрим вообще, за сколько нам приготовят. Потому что мы прямо в пиццерии, мы решили сегодня сменить локацию и сразу горяченькую поесть, потому что, честно говоря, обычно довозят уже вообще практически холодную. И давайте попробуем оценивать. Что ты рассказываешь? Ну и приехали в Сабмандо Шейк попробовать. А, точно. Все забыли. Ребята отвлекаются. Кстати, прямо open kitchen. Сидим, смотрим, как готовят пиццу, между прочим. А, ну так вот. Сидели мы такие, значит, на диванчике на нашем любимом, на обзорчике. И думаем, давай-ка закажем пиццу сейчас домой. А, нетушки, акция-то не работает. Приходи в пиццерию ешь. Но мы собрались, оделись и поехали. Вот теперь сидим, ждем. Можно на мой инстаграм подпишитесь, а? Я тут кофе как раз выкладываю. Вот если бы вы были подписаны, вы бы уже знали, что сегодня такой ролик. А вы не подписаны, не знаете. Вы уже прорезали? Никто не подпишется на мой инстаграм, никогда. Никогда. Видишь? Все против. Мне кажется, мне шишка будет на обу. Все против. 167 ларик. О, 166. Катя, погнали. Осталось всем привет. Ой, ребята, лучше бы я не видела. Короче, мне дали пиццу. Я такая типа, а шейк, а они... А, да, сейчас приготовим. Я увидела, как его готовят. Ну, там... Там манго-манго. Там налили из какой-то пачки манговое пюре. Тут столечко. И все остальное разжидели молоком. Взбили это в блендере. Ну, такое себе. Ну, такое. Это, я думаю, на вкус будет чисто молоко. Ну, на то прикольно. Надо здесь быстро втягивать. Окей. Давайте открывать пиццу, смотреть. Так, контроль качества. Все дела. Так, супер. Вот единственное, что меня все смешает, почему, когда ешь внутри пиццерии, делают в коробку. Мне так хочется на тарелке поесть. Ну, нафига я приходилась сюда. В коробке я и дома поем. Не знаю. Это для экономии тарелок. Я понимаю. Но, как бы, столько картона тратить просто так. Опа. Ух ты, она ж прям... Прям паром вся кишит. Давайте просто сделаем обзор. Так сказать, небольшой. Здесь у нас все так положено. Грибочки, креветочки. Курочку пока не вижу, но, думаю, где-то по вкусу она должна будет у нас быть. Много соуса. Достаточно много. Я думаю, он как раз-таки будет очень острым. Ну, давайте попробуем. Помидорчики. Все дела. Выглядит, кстати, очень даже неплохо, да? Реально том ям. Я бы не сказала, что сильно острое. Отлично передали вот этот сам соус с тумьям. Вот, в принципе, как супчик, когда ешь в Таиланде. Да, это оно. Креветки. Ничего так. Их также бывают во вкуснее. Но они хотя бы, знаете, не совсем такие микрококтейльные. Вот бывают. Прям на пицце. Ты заказываешь пиццу с морепродуктами, а тебе привозят, а там вот такой какой-то вот где-то вот там вот. Ну, как криветочка лежит. И такой, ну, спасибо. Я, типа, не сыр, но заказывала все-таки с морепродуктами. Мне кажется, здесь очень лишние грибы. Именно шампиньоны. Потому что все-таки в том яме не шампиньоны, да? Мы все это понимаем. Поэтому здесь они немножко, так знаете, как-то странно. Странно. Курочкам много сыра. Сыр тянется. Все вкусненько. Много соуса. Если любить острое, вообще отлично. И давайте попробуем запить манго шейком. Ну, может быть, кстати, вот эту остроту как раз призван снять молочный манго шейк. Кстати, оказалось очень даже вкусно, нежно. Даже так воздушно, я бы сказала. Потому что все это купили в блендере. В принципе, неплохо. Даже. Очень даже. Прям настоящий манго. Я не знаю, что там из пачки налили. Но это вкусно. Видимо, это действительно было натуральное пюре. Может быть, какое-то концентрированное. Хотелось бы, конечно, поменьше молока. Потому что все-таки в Таиланде не такой манго шейк. Там реально одни фрукты. Ну, как бы дали в подарок. И на том спасибо. По отдельности вот этот манго шейк я посмотрела, стоит 175 рублей. Ну, в принципе, можно. За 150 бы точно купила. Может быть, ты попробуешь? Слушай, ну, прям в Таиланде слеталась. Да? Еще бы креветки были бы покруче, да? Да, но вкус прям вот именно этого соуса прям полностью передается. Вообще полностью передали, да. Реально том-ям. Я даже не ожидалась. Естественно, потому что обычно бывает вот как это, как замануха. Знаете, напишет том-ям. Ты такой, да, да, я хочу. А пробуешь какая-то ерунда. Реально соус на кокосовом молоке. Круто приготовлено. Вы знаете, но единственное, что получается, нет смысла эту пиццу заказывать домой. Потому что выходит реально дорого. 700 рублей. Причем она приедет еще чуть остывшая. Не такая горячая, как здесь. Будет уже не так вкусно. Соус подзастынет. Здесь он прям горячий. Ты реально будто бы супчик ешь. Очень вкусно. И шейк в подарок все-таки делает свое дело. Хотя бы за 700 рублей. Ну, хоть как-то отбить стоимость. Как тебе, шейк? Я люблю такую фигню. Вот если бы я не увидела, как его делают, что там одно молоко, я бы, наверное, немножко по-другому оценивала. Но реально вкусно. Я бы просто об этом не знала и сказала бы, да, очень круто. Ну, конечно, видно, что здесь молоко. Бесспорно. Если бы это было чисто манго, все-таки след был бы совсем другим. Не, однозначно вкусно. А тебе грибы как в пицце, кстати? Не знаю, соус все перебивает. Мне кажется, можно было просто тесто с этим соусом в огонь. Да, кстати, да. Вот, в принципе, я бы взяла курицу, сыр. Не знаю, зачем здесь зеленый перец, если честно. А там можно, по-моему, эти грибы убрать. Наверное, да. Вот если бы... В доставке ты заказываешь. Кстати, и там можно убрать было. Ну, вот. Ну, не знаю, здесь как бы зеленый вот этот перец болгарский. Странное сочетание. По мне, вот, действительно, сыр, курица и соус. И вот так вот будет. В принципе, все остальное вообще можно убрать. И так здорово. Слушайте, я не ожидала. Но это приятно. Да, в принципе, вкусно. Не то, что пицца оливье. Ну что, друзья, вот наш обзор подошел к концу. Пишите, пробовали ли вы такую пиццу. И если нет, то хотели бы. Вообще, любите ли вы том ям? Как вам это блюдо? Мне, в принципе, понравилось. Мне, так как не ценитель острова, вы знаете, я, наверное, не закажу. Но, в принципе, рекомендовать можно. Неплохо, неплохо. Ну, и шейку попить. Ну что, друзья, мы увидимся с вами совсем-совсем скоро. Не забывайте проверить подписочку на канал. До новых встреч. Всем белого. Ну что, давай ем. Ну что, теперь поесть хоть можно, а? Дай сейчас я сторис сниму. Хватит сторис. Никто не подпишется на твой инстаграм. Короче, ребят, по скрипту, мы пока сидим едим, некоторые кусочки пиццы у нас подостыли. И знаете что? Она вообще перестала быть вкусной. Мы ели, наслаждались, но мы параллельно, конечно же, ели еще другую пиццу, естественно. Ну, как бы, камон. Вы что, думали, мы одной наедимся? Она, она вообще, соус, как я и говорила, стал густым. Все, вкус вообще у пиццы. Этот крахмал, как будто бы из соуса весь вылез. Вообще невкусно. Да? Ну, что-то как-то, да, странно. Я тоже не понял. Сначала было так прикольно, а потом действительно порошковый. Мой этот соус прям вот реально порошковый, как будто бы... Даже, не знаю, с тем, что они какие-то готовые супы, что ли, вот в коробках или в пакетах. Вот такое. Прям вот крахмал были съесть. Вот серьезно. Вообще фигня теперь стала. Но горячее было круто. Мы прям еле наслаждались. Поэтому доставкой определенно нет. Может, поэтому они и делают акцию, типа, чтобы сюда приходили, горячее ели. Да, может быть, очень. Но, с другой стороны, на доставку-то ее все равно делают. То есть, пока она лежит, она становится невкусной. Ну, как бы ок. Нет, ну, за 700 рублей, извините, без подарочного шейка, это уже... Ладно, давай барбекю доедим. Ну все, ребят, пока. Короче, мы нашли сравнение этой пиццы. Слушайте. Представляете, вы едите сырный суп. Его большой чан. Например, в какой-нибудь Икея, не знаю, в теремке, фигу, не знаю, где это может быть. Да нет, где разливают. А, где разливают? Глобус, Икея, где ты сам разливаешь. Да, где ты сам разливаешь, да. Ты открываешь суп, а его давно, как бы, никто не брал. И крышка была открыта. И там сверху вот эта пленка. И вот это вот этот соус. Вот эта вот паршивая пленка. Извините за сравнение. На вкус-то вроде ничего. Но вот эта консистенция... Ой, моя. Видите, что произошло? Все, у меня даже на руках не остается. Все. Ну, это беда. А теперь точно все.